Здравствуйте! Вы слушаете Вести Магнитогорск на Маяке в студии Мария Клименко. В Челябинской области за сутки выявлено 140 человек с положительным тестом на COVID-19. Скончались 12 человек. В общей сложности в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 54 468 человек. По данным оперативного штаба по Магнитогорску, в сутки подтверждено 16 новых случаев заболевания COVID-19. За сутки из стационаров выписано 19 человек. В Магнитогорске двух школьников задержали во время расклейки нацистских листовок. Полиция задержала трех человек. Среди них школьники 15 и 16 лет, а также 23-летний молодой человек. Они занимались распространением листовок, которые содержали текст о превосходстве русских перед другими национальностями. Всего изъято около 40 листовок. Сейчас проводится проверка. Материалы будут переданы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. День открытых дверей проведет Магнитогорский многопрофильный колледж. Учеников выпускных 9-11 классов, а также их родителей приглашают познакомиться со всеми образовательными программами и узнать об условиях поступления в 2021 году. День открытых дверей пройдет в режиме онлайн и продлится с 16 по 19 марта. Старт назначен на 16.00. По вопросам поступления можно обращаться в приемную комиссию МГТУ имени Носова по телефону 33-09-39. Жителя Магнитогорска нашли мертвым в гараже. Доставали его оттуда спасатели, которых вызвали обеспокоенные соседи. Но сначала позвонили в полицию. Они сообщили, что мужчина ушел в гараж и долгое время не выходил на связь. Когда приехали правоохранители, обнаружили, что гараж заперт изнутри. Спасатели магнитогорского отряда при помощи бензореза были вынуждены срезать ворота гаража, чтобы обеспечить доступ внутрь сотрудникам полиции. В гараже был обнаружен автомобиль с запущенным двигателем и тело уже погибшего мужчины. У магнитогорцев спрашивают мнение о качестве услуг в сфере ЖКХ. Опрос проводится по инициативе общественной палаты города. Его цель – узнать, насколько гаража недовольны качеством услуг на рынке жилищно-коммунального хозяйства. Принять участие можно по 19 марта 2021 года. Опрос является анонимным. Сбор мнений гаражан позволит проверить, насколько качественные услуги предоставляются населению в сфере ЖКХ, а также эффективно ли взаимодействие собственников и управляющих компаний. На вопросы можно ответить на сайте общественной палаты. Также можно позвонить на горячую линию по номеру 8 800 600 62 43. Министерство экологии Челябинской области учредило конкурс на самую красивую авоську, а в Магнитогорске провели мастер-класс по ее созданию из хлопка дерева и даже газет. Для авоськи, говорят мастерицы, сгодится любой материал. Автора ограничивает лишь фантазия. Сегодня, как плести, аутентичную авоську, кажется, позабыли. А вот 30 лет назад без нее не обходился ни один поход в магазин. Авоська была в каждом доме. В 90-х эстетика и прогресс победили, и пакеты вытеснили авоську. А сейчас экологи хватаются за голову. В среднем на одного человека в день уходит по одному разовому пакету. А теперь, представьте, помножьте на количество жителей в вашем городе, и потом еще помножьте на 360 дней в году. Вот примерно вот это все оседает на наших полигонах, потом уходит в грунт. Сейчас у авоськи вторая молодость. Эти дырчатые сумки стали мега популярны. Они раньше всякого размера были. Были маленькие, были побольше. Ну, представьте, какой размер. А это чуть поменьше. Арбуз можно нести? Запросто. Вот в этом, наверное, килограммов 10. В классической авоське 14 рядов по 24 ячейки. Появилась такая сумка, предположительно, в Чехии в начале прошлого столетия. И говорят, что год назад отметила свой столетний юбилей. Во времена советского дефицита такие сумки были очень популярны. Жители Советского Союза шли в магазин, брали с собой такую сумку и говорили, авось да повезет что-нибудь докупим. Конкурс на лучшую авоську завершится в апреле. В Министерстве экологии надеются, что, научившись нехитрому ремеслу по пошиву, вязанию и плетению авосик, южноуральцы позабудут про пакет с пакетами. Масленичная неделя закончилась, теперь у православных начинается пост. Он один из самых долгих в православном календаре и предваряет самый важный христианский праздник – Пасху. Поэтому и называется Великим. Продлится пост 48 дней с 15 марта по 1 мая. В это время отказываются от пищи животного происхождения. Считается, что это способствует духовному очищению. Также принято молиться и помогать ближнему избегать ссор. Заканчивается пост в светлое Христово воскресенье. В 2021 году Пасха приходится на 2 мая. А сейчас о погоде. Завтра, 16 марта, в Магнитогорске ясно. Температура воздуха опустится до минус 12 утром, а днем потеплеет до минус 4. Осадков не ожидается. Будет дуть легкий юго-западный ветер – всего 3 метра в секунду. А вот атмосферное давление – высокое – 737 миллиметров ртутного столба. Это была программа «Вести» Магнитогорск. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин